Андерсон Луис де Соуса Деко, волшебник или супердеко Родился 27 августа 1977 года в Сан-Бернардо, Бразилия Воспитанник футбольной академии Каринтенс по-настоящему раскрыл свой футбольный талант в португальском Порто, но не сразу В начале его карьеры была Бенфика и неоправданное ожидание, скамейка запасных и ссылка в клуб второго дивизиона Альверко И в 1999 году он переходит в Порто, один из трех видов португальского футбола, постепенно показывая свой талант Но по-настоящему раскрыл свой потенциал он именно при Жозе Мауриньо, который именно на него возложил полномычия плеймейкера в команде В нем совместилась способность номера 10 и некоторая склонность к жесткой игре в обороне, в которой обычно не утруждаются плеймейкеры Из-за этого статистики деко карточек почти столько же, сколько и голов с передачами Его поведение дорого стоило порту в играх, где он либо получал удаление, либо не был настроен на игру Тем не менее, за три года бразилец стал ключевой фигурой в команде И в начале 2000-х годов уже поговорили о его переходе в стан каталонца Под руководством Жозе Мауриньо деко была отведена роль лидера команды из Порто Деко помог команде вернуть себе чемпионский титул в Португалии, а также выиграть Лигу Чемпионов Переграв в финале Монако со счетом 3-0, где он забил второй гол Его последний сезон за Порто принес ему звание самого полезного игрока Лиги Чемпионов, а также титул лучшего полузащитника турнира 17 июня 2004 года деко, выступая по португальскому радио, заявил, что он, вероятнее всего, перейдет в Лондонский Челси Который только что возглавил Мауриньо сразу после Евро Но 26 июня 2004 года он подписывает контакт с Барселоной Хотя им интересовалась еще и Милкинская Бавария Сумма от топ-плей для порту составила 15 миллионов Плюс права на молодого вундеркинда Рикардо Курешба Многие считали, что в Барселоне деко будет находиться в тени бразильской звезды Рональдини Хотя он и играет на позиции больше в центре поля, чем в атаке Благодаря своим способностям в отборе мяча Однако футболист продолжал демонстрировать хорошую игру И в декабре того же года он был вторым в списке соискателей золотого мяча Уступив только Андрею Шевченко и опередив на 6 голосов Рональдинион Деко в первую очередь отличался на футбольном поле хорошим видением поля Он всегда быстро оценивал ситуацию и моментально принимал решения для дальнейших действий Также португалец с бразильскими корнями обладал отличным разрезающим пасом Которым он выводил своих нападающих на рандеву с вратарями Удар у дека не был сильным или мощным Но обладал ювелирной точностью и плотностью Потому стандартного ворот соперника носили в себе огромную опасность Из минусов стоит отметить жесткость Из-за которой часто матчи не доигрывал до конца Травмы его преследовали часто, так как мяч у него не просто был отобрать Со стороны болельщики и тренеры не могли понять Как футболист без огромной скорости мог уходить и не терять мяч в присутствии двух-трех соперников В сборной все складывалось еще сложнее Ведь когда он вышел на свой пик формы и был безоговорочно лучшим в Португалии Ведь в 2004 году Роналда только начинал свой футбольный путь Но дека столкнулся с недопониманием Главная звезда и лидер последних лет Луи Шпигу выступил в прессе заявлений Если бы я родился в Китае, то играл бы за китайскую сборную Но вера главного тренера Скалари и Мауриньо Помогла натурализированному бразильцу стать мозгом команды Португалии Маниши, Руйкошта оставались в тени за огромнейшим талантом дека Именно он вместе с Рони и ИТО наводили страх на всю Европу в 2000-х И именно он останется для Мауриньо лучшим игроком